Продолжение следует... Некому трафарету, который был нами разработан совместно с доктором Носовой Марией Александровной, как классификация болезней и проблем при домашнем применении продукции фитодент-периогель по той же актуальной МКБ-10, международной классификации состояния и болезни. Речь идет, конечно же, об экстренном ургентном домашнем применении до обращения в стоматологическое учреждение. Почему целесообразно использовать гель в данном случае, чтобы при визите пациента к врачу его состояние уже было более адекватным, а не врач прилагал все усилия для того, чтобы купировать вот это состояние, которое нарастало за время, пока пациент не смог прийти к врачу. Не всегда есть возможность взять, бросить все дела и побежать к стоматологу. Или ваш стоматолог может быть просто занят. Еще такой момент. У него есть плановый прием, или он в отпуске, в отъезде, ну или какие-то у него другие дела, в связи с которыми он не может вас принять. Поэтому это очень полезный трафарет, который может использоваться как с стоматологами, для того, чтобы дать какой-то быстрый совет пациенту, если они находятся далеко, прям вот как кусочек. Мы возьмем несколько состояний, ну в принципе практически все, наверное, наиболее острые. И их рассмотрим, их всего 10. Значит, первое это стоматит острый, либо обострение стоматита. Какими, по каким признакам, то есть поскольку пациента мы не видим, по каким признакам в разговоре с ним мы можем понять, что у него именно это. Но, конечно же, есть болевые ощущения, есть язвы на слизистой, очевидно, есть белые пятна. Какое может быть решение? Конечно же, сообщить срочно врачу, что, в общем-то, скорее всего, пациент и сделал, раз он получил эту рекомендацию от врача. Это мы используем полоскание фитоден 3-4 раза в день. Или используем в ирегаторе, если это возможно, если болевые ощущения не настолько сильные, чистым ополаскивателем. Следующее, мы наносим гель с дегидрокверцитином 2 раза в день. Либо гель с хлоргексидином. То есть чередуем, если есть все-таки инфекционный процесс, как мы поняли из разговора с пациентом. При болевых ощущениях мы назначаем НПВС. Если честно и объективно, то, конечно, это вряд ли поможет. Но для успокоения собственного состояния пациента, именно психоэмоционального, он может применять один из эффективных препаратов, селективных блокаторов циклооксигеназа. Либо это не месулит, либо это целикапксиб, либо это милоксикам или там лорноксикам и прочее. Для обезболивания можем использовать спрей с анестетиком. Их сейчас на сегодня тоже много. Например, это лидокаин 10%. Ну и лучше помогут, конечно же, ванночки фитодент. Мы набираем ополаскиватель в полость рта и без интенсивных движений, форсирующих, держим 40-60 секунд, а в дальнейшем сплевываем. Можно ополаскиватель дополнительно охладить перед применением в холодильнике на стенке, не в морозилке. Ну или в каком-то современном холодильнике. И тогда использовать именно охлажденный ополаскиватель, который будет действовать абсолютно аналогично, но способствовать охлаждающему действию. Второе – это механическая травма. Ну, например, это может быть кость от рыбы или мяса, или какие-то кожура орехов, или что-то еще, или каким-то предметом. Произошла механическая травма слизистой десны щеки или языка и так далее. Естественно, это будет сопровождаться болью и покраснением. Какое, может быть, решение мы уже сообщили врачу. Надо убрать, конечно же, источник травмы, удалить его чисто физически. Полоскать фитодентом аналогично 3-4 раза в день обильно, для того, чтобы вот эта зона очищалась. Или использовать с ирригатором на самом мягком режиме. В дальнейшем применять гель с дегидрокверцитином 2-3 раза в день. При болевых ощущениях выраженных использовать нестероидные противовоспалительные средства. Если все-таки рана кровит от механического повреждения, то использовать режим гипотермии, то есть охлаждения. Это ледовые подушки. Ну и лучше, конечно же, помогут ванночки с фитодентом. И мы также можем охладить ополаскиватель предварительно перед его применением. Химическая травма. Какие будут признаки? Понятно, что боль, скорее всего, будут язвы, наличие белого налета некротического и гиперемия. Решение мы уже сообщили врачу. И теперь мы нейтрализуем весь химический компонент 3-х процентным раствором перекиси водорода. 30-40 секунд мы держим в полостирта и затем сплевываем несколько раз. Обычно это сопровождается обильной пеной. Это будет способствовать остановке крови, если она все-таки есть при химическом ожоге. В дальнейшем мы используем пополаскиватель фитодент 3-4 раза в день. Также можно охлажденный. Гель с дегидрокверцитином охлажденный. И боль, если при боли, то НПВС назначается аналогично. Для обезболивания можно использовать спрей с анестетиком. Ну и ванночки фитодент холодным ополаскивателем также будут отлично помогать. Термическая травма. Например, гетерогенные бором или диском. Ну или чем-то еще. Перегрели мы в этой зоне слизистый, участок слизистой, десны щеки или языка, или губы. Признаки, какие будут, конечно же, болевые ощущения, наличие язвы, белый налет и гиперемия. Ну и решение мы должны сообщить, конечно же, врачу, или он уже об этом наверняка знает. Гель с дегидрокверцитином, лучше также охлажденный. При боли это нестероидные противовоспалительные средства. Для обезболивания аналогично спрей с антисептиком. Либо ванночки охлажденным ополаскивателем фитодент без спирта, химического антисептика. Гидрогенная травма. Например, это место анестезии. Бывает нередко, когда попадает в сосудисто-нервный пучок, то еще длительное время у нас сохраняются вот эти неприятные болевые ощущения. В этой зоне бывает даже такое образование уплотнения небольшого. Это боль, язвы и белый налет. Что может быть еще? Решение, какое, конечно же, сообщить лечащему врачу. Полоскать фитодентом ополаскивателем 3-4 раза в день. Использовать гель с дегидрокверцитином 3-4 раза в день. При боли использовать НПВС. Для обезболивания спрей с анестетиком. Ну и хорошо помогут ванночки фитодент. Полезно выдавать на руки эту табличку пациентам и объяснять им предварительно, как ее можно использовать. В том случае, если врач недоступен по телефону по какой-то причине, а у пациента возникла такая проблема. Шестое, это обострение хронического рецидивирующего автозного стоматита. Обычно эти пациенты, конечно же, наблюдаются у стоматолога. Но при внезапном обострении своей проблемы хронической, если они не имеют доступа к доктору. Соответственно, какими признаками это будет сопровождаться? Боли образования язв. Ну и покрытие белым налетом. Решение это сообщить врачу, если это возможно. Полоскание фитодент 3-4 раза в день. Гель с дегидрокверцетином. Или мы чередуем гель. Да, если есть уже инфекционный компонент с антисептиком. И гель с дегидрокверцетином. Чтобы у нас и очищалась рана химически антисептиком. И затем закреплялся этот эффект. При болевых ощущениях назначаются нестероидные противовоспалительные средства. Для обезболивания аналогично спреи с анестетиком. Ну и лучше помогут ванночки фитодент. Почему мы просим первым пунктом всегда связаться срочно с врачом. Для того, чтобы запланировать визит в клинику. Чтобы врач мог оценить то состояние, которое нежелательно произошло. Или как обострение. Ну и продолжится лечение. А схема этого дается пациентам на руки. Для того, чтобы они могли самостоятельно сделать что-то уже. Чтобы устранить неприятные ощущения. Болевые ощущения. Ну и в том числе повлиять как-то на причину их возникновения. И чтобы пациент просто в более адекватном состоянии пришел к врачу на прием. А не врач устранял вот это упущенное состояние еще только в кабинете. Острый хиелит. Ну обычно он проявляется трещинами. Либо в красные, розовые каймы губ. Либо в уголках рта. Изъязвлением, если это более запущенные процессы. Гиперемии. И решение конечно же сообщить в первую очередь врачу. Обработать полосканием фитодент. Трещины ватной палочкой. Смочить не спиртовой раствор. Водный он не содержит агрессивных компонентов. Спирта, антисептиков и так далее. Ну и гель с гидрокерцетином 2-3 раза в день. Также можно охлаждающий. Чтобы вот эта гиперемия устранялась быстрее. И масло с каротиноидами. Мы можем чередовать с гелем. Для того, чтобы она обладала так же. То есть она стимулировала регенерирующее действие. И восстанавливала поврежденный участок. Восьмое. Обострение хронического генгивита. Признаки какие? Это отек конечно же. Гиперемия и кровоточивость. Какое может быть решение? В первую очередь мы сообщаем врачу об этом. Мы назначаем эликсир разбавленный. И полощем 3-4 раза в день. Гель с хлоргексидином 3 раза в день используется. Поскольку у нас есть инфекционный компонент. Девятое. Это обострение хронического парадонтита. Ну какие признаки? Отек конечно же. Гиперемия и боли. Надо необходимо сообщить в первую очередь врачу. Использовать эликсир разбавленный. Полоскать 3-4 раза в день. И использовать гель с хлоргексидином. Поскольку имеется инфекционный компонент 3 раза в день. Осложнения после хирургических манипуляций. Они могут проявляться болью, отеком, белым налетом. Ну и решение будет следующее. Это сообщить конечно же врачу в первую очередь. Для обезболивания используют спрейс с анестетиком. Стерильную салфетку с эликсиром на озону. После хирургических осложнений. Мы используем также гель с хлоргексидином 2 раза в день. И гель с дегидрокверцетином 2 раза в день. Их чередуем применение. Для того чтобы быстро оккупировать. Симулировать эпитализацию. И так далее. Вот это как бы наиболее наверное да. Такая проблемная группа. Потому что повторно принять хирургического пациента. Особенно если бы он был плановый. Не всегда есть возможность. При боли мы назначаем НПВС. Ну и лучше помогут конечно же ванночки с охлажденным ополаскивателем. Данная схема модель предназначена для быстрого определения экстренной помощи. При проблеме пациента. Ну и рекомендуется также людям при внезапном возникновении стоматологической проблемы. Именно как рекомендация. Цель ее применения сократить количество осложнений. До кабинетного приема. И улучшить состояние пациента. В следующем вебинаре я расскажу вам о разработанных нами программах домашнего гигиенического ухода. С 2014 года мы занимаемся активно пропагандой. Распространением данных схем. Они включают 5 групп людей. Это люди требующие просто ежедневного базового ухода. В общем это все мы. Это пациенты с каким-то стоматологическим статусом. Кому требуется дополнительная гигиена. Вот здесь например изображена девушка с чувствительностью зубов. На холодную воду или на какие-то раздражители. Это профилактические программы ухода при наличии каких-либо вообще конструкций в полости рта. Это профессиональные программы ухода после хирургических манипуляций. И косметический уход и белизна зубов. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео. И до новых встреч. С вами был Алексей Шаров. Спасибо вам за время и внимание. Будьте здоровы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок